Запуск человека — это только первый шаг. На самом деле он потребует и уже потребовал новых технологий, новых программ для подготовки людей. Человек по-прежнему — это объект исследования, не исследователь. Да, он многое может там сделать, гаечки закрутить, но в основном мы самого человека исследуем. Каждый килограмм доставленного туда груза стоит 25 тысяч долларов. Каждый килограмм — литр воды, буханка хлеба. Полет на Марс — это еще одна проверка человека. Если сложится, да, там будет колония, научная лаборатория разных стран, может быть, объединенная, но вообще необходимости в этом я не вижу. Владимир Георгиевич, здравствуйте. Добрый день. 23 марта белорусская Марина Василевская в составе международного экипажа отправилась на Международную космическую станцию. И это не просто первый представитель нашей страны на МКС, но и в целом первый космонавт в истории суверенной Беларуси. А какие перспективы в области исследования космоса открывает для нашей страны вот такой вот шаг? Ну, надо смотреть глубже и шире. Запуск человека — это только первый шаг. На самом деле он потребует и уже потребовал новых технологий, новых программ для подготовки людей. И медицина будет какие-то экстремальные вопросы решать теперь. Космонавт — это крайне опасная профессия, крайне напряженная и требующая совершенно нетривиальных способностей не только для человека, но и для тех, кто готовит. У нас космическая медицина в России, ну, когда-то в СССР, теперь она в России в основном сосредоточена. Она ведь не только о космонавтах заботится. Это и подводники, это и разные напряженные, опасные службы, которые все время обращаются к этим космическим медикам, потому что там самые пиковые нагрузки, самая тяжелая работа. И сразу переходить от очень сильных перегрузок к абсолютной невесомости — это нелегко. И мы помним еще, что давление воздуха на МКС тоже не такое, как на Земле. Буквально на своем примере я могу продемонстрировать. У меня немножко больной правый глаз, и позавчера и вчера я летал на самолетах. У меня тут же кровоизлияние началось в глаз. Перепад давления — все, он на организм действует очень сильно. Мы адаптированы к таким тепличным условиям, а там они совсем другие. Это нужны отобранные люди, подготовленные люди, а готовить их должны очень хорошие специалисты. Я надеюсь, что в Белоруссии теперь сконцентрируется вот это сообщество медиков экстремальной работы. И оно понадобится не только для космонавтики. Мало ли кто потребует их, так сказать, навыков. Следующее — это электроника. Электроника на МКС — это особого типа. Она, во-первых, надежная, маленькая, современная и способная противостоять радиации. Радиация не только в космосе, но она и при военных конфликтах может возникать, и при каких-то локальных ядерных взрывах, и при работе на атомных станциях, а не в Белоруссии есть. И там такие же дозы радиации, которые получает космонавт в течение нескольких недель на орбите. Но когда на атомной станции возникает нештатная ситуация, работники могут получить разовую дозу намного больше положенной или, так сказать, безопасной. И тут надо принимать меры срочные. А для космонавтов это регулярные меры. Они все время там облучаются. И это тоже надо иметь в виду врачам, специалистам по радиационной медицине. И я думаю, что они теперь в Белоруссии, так сказать, приоритет получат. На их запросы государство будет отвечать более ответственно, более охотно. Потому что есть свои космонавты, значит, надо и с радиацией научиться бороться тоже. Вот тут можно, ну, необъятное поле совершенно. Космонавтика – это новое пространство для жизни человека. И там все специалисты, а психологи, психологическая. Хорошо, Марина летала недолго. Она там сколько, неделю, да, примерно провела? Чуть пятна, ну, две недели, да. А представьте себе годовой полет, годичный полет. Вот в условиях маленького экипажа, стиснутой совершенно такой вот локальной обстановки. Недавно в России фильм сняли, и он в некотором отношении довольно полезный. Я понимаю, что там много пропаганды в нем, это естественно. Любое государство делает такие пропагандистские вещи. Фильм называется «Вызов». И там показана, какая теснота на реальной станции, на орбитальной станции. Попробуйте себя в ванной комнате запереть недельки на две. У вас может сдвинуться голова. Одной достаточно, чтобы сойти с ума. Вот. А они там работают напряженно, работают день и ночь. И при этом зажаты между приборами, техникой. А непрерывный шум. Мало кто знает, что космический модуль – это непрерывный шум. Там же нет циркуляции воздуха естественной. Ее гоняют вентиляторы. По трубам гоняют теплоноситель, чтобы температуру поддерживать. Тоже моторы, тоже компрессоры. И космонавты довольно часто жалуются на непрерывный вот этот шумовой фон. Что еще? Запах. Когда вам космонавты рассказывали, только вот в личном контакте они говорят, знаете, пахнет не очень. Потому что, ну, потому что редко меняют белье. Это все очень дорого стоит. Нет душа. Мы летом пришли домой, раз, сразу под душ. Они там в течение полугода или года вообще не обтираются какими-то мокрыми салфетками, что не очень, куда деться. В общем, все это наваливает на человека столько психических проблем, с которыми надо уметь бороться. Да, вот вы сказали про необходимость психологической поддержки. И действительно, наверное, такой очень важный фактор. Мне вот повезло быть на Байконуре. И 21, и 23 марта все ждали пуска. А в итоге в самый последний момент произошла его отмена. Из-за сработавшей автоматики, насколько я понимаю. И я бы хотел узнать у вас, это вообще, насколько частое явление в истории космонавтики, когда запуск ракеты отменяется вот буквально в самый последний момент? Секунды, последние секунды. Да, это часто. Это бывает часто. И этому можно найти причины. Ведь любая неисправность – это катастрофа, это взрыв, это потери людей, техники. А иногда не только тех космонавтов, которые на верхушке ракеты сидят, а огромного количества обслуживающего персонала. И были такие истории, к сожалению. Сотни людей гибли из-за неисправности. Поэтому сейчас контролируется все, и космонавт должен быть готов. Вот он как на низком старте стоит, бегун, и вдруг говорят «фальшь старт». И весь адреналин непонятно, куда его надо выплеснуть. Это тоже проблема, и надо быть готовым к отмене. И они готовы. У меня есть несколько, не назову их друзьями, но знакомых космонавтов, с которыми время от времени я общался. Очень крепкие ребята, очень спокойные, очень уравновешенные. И вот это тоже психологический отбор, он, конечно, делает свое дело. Это ребята готовые ко всему. И, между прочим, для женщин это, я думаю, более привычная ситуация. Например, с ребенком, с мужем, с больными родителями. Кто в основном имеет дело? Женщины. И они готовы вот к этим стрессам еще с детства. А мужчина как-то более слаб, по-моему, в этом смысле. Более расслаблен. Так что для женщин космонавтика вообще-то это профессия будущего. А я вот, знаете, например, даже не могу представить, каково было той же Марине. Ну, думаю, по возвращении на Землю она расскажет об этом. Когда ты сидишь, готов, уже вот-вот начнется обратный отчет, а потом никакого обратного отсчета нет, и ракета никуда не летит. И, может быть, она вообще не полетит. Может быть, ты не станешь космонавтом. Ты готовился к этому несколько лет, и вдруг ты не космонавт. Это, конечно, тяжело. Сам тот факт, что за тобой следит не только вся страна, но многие страны мира, а по итогу этого не происходит. Знаете, мы говорим, что космонавты – это герои. Хотя уже потихонечку перестали называть их героями, так, рутиной стало. Ну, профессия, но опасная, зато хорошо оплачиваем. Кто не рискует? Вот представьте себе Гагарина. Никто до него на ракете не летал. Вообще не летал на ракете. И Гагарин прекрасно представлял, что такое ракета. Это 300 тонн взрывчатки. И тебе говорят, иди садись сверху, а мы снизу ее подожжем. И посмотрим, что будет. И посмотрим, да, что при этом получится. Ведь были же неудачи. И наши космонавты гибли еще, так сказать, на тренировках. И американские астронавты гибли в ракетах, прямо сгорали. Это ужасно. Но это было. И каждый, кто готовится к полету, знает об этом. И какая-то часть мозга ожидает неприятностей. Это тяжело. Да, ну вот если все-таки вернуться к нашей космической программе, мы ведь уже, ну, относительно давно отправили свои спутники. И именно тогда Беларусь, собственно говоря, и стала, ну, скажем так, космической державой. Многие люди воспринимают космонавтику только как полет человека. А сегодня, честно говоря, ну, может быть, не поймут меня зрители, мне кажется, что полет человека становится все менее и менее актуальным. Те задачи, которые нам космос позволяет решать, это и астрономия, и новые материалы, и все-все-все, роботы решают лучше. Человек по-прежнему это объект исследования, не исследований. Да, он многое может там сделать, гаечки закрутить, но в основном мы самого человека исследуем. Ну, неприлично так говорить, что это морская свинка, но я очень люблю так говорить. Это объект исследования. Мы смотрим, где пределы возможностей человека, на что он способен. Вот к Луне, да, к Луне он может летать. А насчет Марса мы еще не уверены, что человек полетит туда. Там проблемы для здоровья совсем иные. Так что человек летит туда, чтобы его там исследовали. Но вы как бы оценили нашу программу по исследованию космоса? Мое мнение вновь окажется, может быть, не совсем вам понятным. Я астроном. Наша профессия требует интернациональности. У нас один объект. У химика своя лаборатория, у физика своя. У астрономов лаборатория одна. И, честно говоря, когда я читаю научные статьи, я редко задумываюсь, кто именно, точнее говоря, какой национальности, с какой территории этот человек написал или вошел в коллектив, в состав большого коллектива. Мы уже редко это разделяем. Я знаю, какие спутники на орбите, какие аппараты летят к планетам. Но каков вклад той или иной страны, честно говоря, не меня надо об этом спрашивать. Есть люди в администрации космических ведомств, которые следят за том, чтобы равновешно. Вот это наш прибор, это российский, это белорусский, это американский. Мы, ученые, получаем результаты наблюдений. И уже давно забыли, или, ну, можно вспомнить, конечно, да, это, кажется, был российский, но вообще-то в нем были белорусские детали и там корейские микрочипы и так далее. Поэтому я не смогу детально прокомментировать белорусскую космонавтику. Она на подъеме. Но во многих странах сейчас. Возьмем какие-нибудь страны, которые раньше трудно было себе представить космическими. Там объединенные Арабские Эмираты. Они нефти добывают, все знают, они сидят на нефти. Сегодня они летают вокруг Марса и на Луну. Поэтому и Белоруссия, естественно, в эту большую семью топовых стран, самых-самых технологичных стран нормально вписывается. Уже ушло в прошлое, вот в советское время говорили, белорусские продукты, и я бы мог четко сказать, это мощные самосвалы и вкусная молочка, молочные продукты. Сегодня это уже не так, это было бы странно, большая современная страна ограничивает себя в технологиях. Так что космос, не надо говорить, что это выдающееся достижение Белоруссии. Это нормальное направление современной технологии. От него нельзя уходить, иначе ты останешься где-то там в риергарде многих других стран. В общем векторе развития науки, иначе говоря. Вы ранее в беседе высказали такую точку зрения, что женщины, они действительно, может быть, психологически более приспособлены к тем или иным моментам, которые могут возникнуть. В том числе во время подготовки или во время полета. И как, например, отличается подготовка мужчины-космонавта и женщины-космонавта с учетом вполне определенных физиологических особенностей? Ну, что говорить о физиологии? Есть какие-то отдельные у женщин особенности, которые легко решаются. Ну, это связано с таким продуктом. Вообще, насколько я знаю о продуктах, никто не думает отдельно женские, отдельно мужские. Это давно уже забыто. Ну, какие-то вещи, костюмы немножко подгоняют. Скафандры универсальные. Нет скафандров для женщин и для мужчин. Проблемы осенизации. Вот туалет космический. Там мелкие, ну, каждый взрослый человек понимает, да, что надо чуть-чуть по-разному решать эти проблемы, но они легко решаются и так далее. Я думаю, что вот это те мелочи, которые давно уже решены. Другое дело, что к женщинам долго относились космические инженеры с предубеждением. Наша первая женщина-космонавт Терешкова, она, конечно, к первому вообще трудно предъявлять какие-то претензии. Он был первым. Но известно, что ей было трудно, что у нее были недостатки в полете. И потом советская космонавтика долго избегала отправлять женщин, считая, что настоящий мужик, летчик-испытатель, он надежнее. А потом мы увидели, что американцы довольно часто, и сегодня там больше полусотни женщин-астронавтов, и стали думать о том, собственно, почему. А оказалось, что женский организм во многих отношениях лучше приспосабливается к переходу в эту необычную обстановку. Давайте вспомним. Женщина рожает, и в период беременности ее организм перестраивается невероятно. Потом он обратно перестраивается, потом она снова рожает. Биохимия там вся бурлит, и он умеет это делать. У мужчины очень консервативный организм, он всегда одинаковый. Мы не рожаем. А когда ты попадаешь в космос, там надо сильно перестраиваться. Кровь переливает к голове, сердце привыкло гонять ее от ног к голове, и оно не знает, что невесомость. Оно гонит кровь к голове, тут распухает все, красные щеки. У женщин это все адаптация проходит, как выяснилось, легче. Почему вестибулярный аппарат крепче у женщин, я не знаю. Но известно, что мальчики на качелях катаются хуже девочек. Девочка может целый день мотаться на качелях, и ее не укачает. А мальчики по себе, знаю по другим мальчикам, что это проблемы. По какой-то неведомой мне причине женщины более устойчивы и к невесомости, и к таким вот переходам. Ну, значит, им там и место. Конечно, можно сказать и о недостатках. У женщины на земле столько разных проблем, столько разных специальностей домашних, рабочих, с детьми, на кухне, что они, конечно, по жизни меньше уделяют внимания технике, каким-то навыкам техническим. Ну, муж в семье – это работник технический, а жена – это врач, сиделка, рожающая ребенка. Но ведь есть женщины, которые кончили хорошие вузы технические, их тянет к технике. И они каким-то образом совмещают и домашнюю работу, и знания программирования, электроники, и дрель в руках умеют, и паяльник держать. Там же нужны универсалы, там человек одной специальности, никому не нужен. Маленький коллектив, и в нем каждый должен уметь делать все. И, в общем, есть такие удивительные женщины, которые это умеют. Так что, по этой причине сегодня в каждом экипаже на МКС, у американцев, по-моему, уже в каждом, практически в каждом экипаже. У нас время от времени, но все чаще и чаще. А сейчас готовятся к полетам на Марс и думают еще вот о чем. Женщина умеет меньше потреблять продуктов и меньше кислорода. А запасы на длительный полет, это же 8-9 месяцев полета на Марс, потребуют человека, который умеет свои потребности как-то до минимума снижать. Женщины это умеют. Мужчины как-то вот от безделия долгого много едят. Женщины этим не грешат. Недавно, а впрочем, это уже было давно. Когда я говорю недавно, так мне вчера исполнился 71 год. Для меня все, что 30 лет назад, это было недавно. А по вам и не скажешь, кстати. Скажешь, скажешь. Молодо выглядите. Обсуждали с специалистами по космической психологии, как формировать экипаж при длительном полете. Мне задал вопрос, очень известный в те годы специалист. Он сказал, как ты думаешь, на Марс мы больше 6 человек послать не сможем. Просто ракета не потянет. Как бы ты сформировал экипаж? Ну, как сказал. Естественно, как. Три мужчины и три женщины. Почему? Ну, потому что длительный полет. Им нужна как-то психологическая поддержка. Пусть семьями летят. Три семьи. Муж с женой, муж с женой. Сейчас такие семьи есть. Космические семьи. Нет, говорит, так нельзя. Если их будет поровну, мужчин и женщин, то в результате одного конфликта у одной пары, и она распадется, тут же начнутся претенденты на включение в другие пары, и это будет жуткая, невероятная нервотрепка, и вряд ли они летят. А как, спросил я. А надо так, пять мужчин и одна женщина. Ну, как же так? А вот присутствие женщины в мужском коллективе мобилизует мужчин, заставляет их держать себя в тонусе, бриться по утрам, одеваться нормально, не опускаться при длительном полете. Так что даже вот эту проблему женщина одна может решить. Пять человек, мужчин, плохо. Равное количество мужчин и женщин опасно. Я не знаю, в каком виде полетят на Марс первые экипажи, но женщина там, безусловно, должна быть. Ее присутствие там будет поддерживать тонус всех остальных мужчин. Это очень важно. Ну, да, о полете на Марс я у вас спрошу немного позже, потому что, да, есть у меня такой вопрос. Но прежде чем двигаться настолько далеко, хотелось бы узнать ваше мнение о лунной программе. И речь идет именно о пилотируемых программах. Вот когда говорят о пилотируемых в нашу эпоху, это уже выглядит немножечко странно. Да, в конце 60-х это было понятно. Электроника была слабая, роботов не было. Приборы не были такими универсальными, и надо было человека всегда держать рядом. И тогда полет человека был естественным. Сегодня уже идет большая дискуссия, нужно ли вообще отправлять человека в далекий космос, даже на Луну. Ладно, три дня полета, это вроде бы недалеко. Но если посчитать, какие расходы на полет человека, сколько нужно того, что только человеку необходимо, вода, воздух, одежду, питание. Я напомню, сегодня даже на МКС, она недалеко летает, 400 километров от Земли. Каждый килограмм доставленного туда груза стоит 25 тысяч долларов. Каждый килограмм. Литр воды, буханка хлеба. Ну вот то, что обычно они потребляют, это все обходится на Луне раза в три. Это будет дороже. И каждый раз мы думаем, а нужен ли нам человек. Но, конечно, те страны, которые начинают свою космическую программу, они не хотят только роботов запускать. Для населения страны человек это вот представитель всей страны и на Луне, и на Марсе. Конечно, люди полетят. Хотя ученым это не нужно, но люди полетят. Это нужно политикам, это нужно государству, это нужно как визитная карточка страны. Ну, знаете, как в кино показывают, когда космонавт идет по Луне и втыкает туда флаг той или иной страны. Наверное, вы об этом, да? Это красиво. И, наверное, людям это надо. Поэтому сегодня будет, она уже началась, гонка между США и Китаем. Китай мощная индустрия, и они активно занимаются космонавтикой. Роль России тут в рейергарде. И я бы не удивился, если бы Россия не стала участвовать в этой гонке. Хотя формально такие планы есть. Роскосмос до 32-го, по-моему, года наметил полеты и автоматов, и людей. Но я был бы рад, и не удивлюсь, если так и будет, если это останется на бумаге. Это слишком большая роскошь для такой уже не суперэкономики, как Россия. Тем более, вот в современных реалиях, когда у России своих забот много. Это далеко не все приятные заботы. Посылка человека на Луну, это значит создать принципиально новую ракету, каких в России не было. У нас была попытка сделать такую ракету в конце 60-х. Королев ее не смог довести до конца. Он умер на операционном столе, его не смогли прооперировать нормально. И эта проблема так и осталась нерешенной. Огромных ракет делать мы пока не умеем. Пока их умеют делать только, собственно, НАСА и МАСК. Да и то МАСК еще не научился до конца. Китай идет к этому, но тоже еще не смог при их огромной экономике. А для России это была бы роскошь, без которой можно прожить. Автоматы мы умеем на Луну запускать, да. В августе прошлого года не до конца получилось, это знаем. Но получилось, многое получилось, хотя полвека мы этим не занимались. И мы долетели на Луне 25 до Луны, вышли на орбиту, почти сели. И маленькая ошибка программиста не позволила сесть мягко. Ничего, на ошибках учится. Вот мне кажется, что для России этот путь был бы оправдан, а для Белоруссии единственный путь. С территории Белоруссии космодрома в Белоруссии не построишь. Вокруг вас столько стран, что непонятно, куда запускать ракету. Для всех это проблема. И для Белоруссии роботы в космосе – это то направление, которое надо поддерживать. А полет человек, тем более женщин, это красиво. Это красиво пока функционирует МКС. Но она не вечная. Ей еще несколько лет, и скорее всего ее сведут с орбиты. Она уже старенькая, там уже многое требует ремонта. И что дальше будет с полетами людей в космос, пока непонятно. Но, тем не менее, ранее вы говорили о полетах на Марс. И речь в том числе шла о том, как может формироваться экипаж, который отправится туда. А здесь у вас какая точка зрения? Там тоже нет необходимости в пилотируемых миссиях? Для науки – нет. Для человечества в целом, наверное, есть. Понимаете? Чем человек превосходит всех остальных животных, в том числе и разумных достаточно, китов, обезьян, необходимостью расширять свой ареал жизни. Вот киты в океане им хорошо, обезьяны на дереве, и они нашли свое место. А мы такие неспокойные, что все время ищем чего-то нового. И именно поэтому мы на острие эволюции. Именно поэтому наша любознательность ведет нас к прогрессу. И, конечно, попытка отправить людей на Марс – это опасная попытка. Может быть и неудача, и надо быть к этому готовым. И радиации, и много чего могут эту экспедицию сделать неудачной. Но это люди идут на Эверест. Люди ныряют в Марианскую впадину. Не потому, что им вот прямо это необходимо. А просто проверить, на что человек способен. Полет на Марс – это еще одна проверка человека. Если сложится, да, там будет колония, научная лаборатория разных стран, может быть, объединенная. Но вообще необходимости в этом я не вижу. Марсоход на Эверене. Там могут столкнуться со вполне определенными проблемами, в том числе для организма. А какие это могут быть потенциальные проблемы? Полет на Марс в одну сторону около года длится. Есть разного типа орбиты. Нужно никак не меньше 7 месяцев. Обычно в среднем 9 месяцев, а может быть даже и до 12. Вроде бы космонавты научились так долго жить на орбите. Но надо помнить, что на орбите есть Земля рядом с ними, которая всегда может помочь. Это, конечно, человека немножко расхолаживает. Что вот всегда попросишь помощи через пару часов, где прилетят, либо ты сам спустишься на Землю. Во-вторых, Земля прикрывает нас, не нас, а космонавтов, от радиации. Радиация идет только сверху. Снизу у вас земной шар, он, по крайней мере, половину радиации отсекает. Но и сверху магнитное поле Земли и остатки атмосферы Земли тоже снижают. Когда отправляешься от Земли вдаль, все эти факторы усиливаются многократно. И, например, такая неприятность, как взрывы на Солнце, вспышки солнечные, они могут просто за раз убить человека. Не накапливать дозу радиации, а просто сразу смертельную. Для космонавтов вблизи Земли мы делаем прогнозы солнечной активности. И когда происходит вспышка, говорим им, спрячьтесь куда-то. Есть у них отсеки, где не такая высокая радиация. Либо быстро на Землю. В полете на Марс это невозможно организовать. Ты летишь и, как говорится, как голенький подставлен этим радиационным потоком. Илон Маск вроде бы обещает сделать ракету достаточно мощной. Вот его Falcon Heavy, а будущая ракета Starship. Они такие тяжеловозы, что какую-то радиационную защиту на себе могут поднять. Если это получится, это шанс спасти космонавтов от радиации. Ну, а другие проблемы более или менее решаемы. Например, невесомость, которая ослабляет мышцы, делает кости нашего скелета более ломкими. Вроде научились с ней бороться. Все-таки опыт у нас уже многолетний. Остается еще такая проблема, как жизненное пространство. Вот я говорил МКС, а ее собирали долго-долго-долго строили. И все равно она очень тесная. Такую огромную махину к Марсу не запустишь. Она 400 тонн весит. Кто ее туда кинет к Марсу? Они полетят в очень маленькой капсуле. Прожить в ней три дня при полете к Луне – это можно. Просидеть в автомобиле три дня неприятно, но можно. А попробуйте в автомобиле просидеть год. Это невозможно. Значит, надо расширять жизненное пространство. Кажется, к этому уже есть определенные изобретения. Например, надувные камеры, надувные блоки. То есть, взлетает ракета, там люди упакованы плотно. А потом уже в полете надуваются отдельные комнаты. Один такой надувной модуль уже испытан на МКС. Он неплохо себя показал. Он в собранном виде небольшой объем занимает, потом раздувается. Но он не защищает от радиации. Это просто место, где можно зарядкой заниматься. Разводить какие-то зеленые растения для завтрака, для витаминов. Но радиацию он не спасет вас. И там все равно очень тесно. Даже если это не размер автомобиля, то как вы приводили пример ранее. Две ванных комнаты, наверное. Две ванных комнаты, не больше, да. А марсианский климат вообще не станет проблемой? Как вы считаете? Он вообще станет проблемой. Потому что радиация на Марсе чуть-чуть слабее, чем в открытом космосе. Атмосфера там крайне разреженная. Она не спасает. Ну, единственное, что спасает, сама поверхность планеты. То есть вдвое уменьшается поток радиации. А сверху, как шло, так и будет идти. Дышать там нечем. Атмосфера Марса – это углекислый газ. Да и такой разреженный, что там вообще его почти нет. Вода. Воду мы на Марсе нашли. Это вода замерзшая. Ну, Марс – холодная планета. Там под грунтом вечная мерзлота. Ну, в общем, это перспектива. Эту воду можно добывать, очищать, испарять, конденсировать. В общем, чистую воду там при желании можно получить. Так что, пожалуй, это единственная проблема, с которой понятно, как справиться. А радиация, ну что, придется жить под грунтом, в пещерах. Пещеры на Марсе есть. Для первых колонистов уже достаточно тех пещер, которые мы нашли на Марсе. Ну, а следующие будут строить, наверное, свои города под грунтом. Два-три метра слой грунта – это хорошая защита от радиации. Так что там вполне можно жить. Я каждый раз, когда со своими студентами об этом говорю, или так на публичных лекциях, говорю, друзья, мы с вами тоже живем в пещерах. Мы на работе в бетонном блоке. Мы дома в бетонной коробке. И в метро под землей. В общем, редко выходим мы поверхность земли. Так что это не страшно. На Марсе можно приспособиться. А вам, Владимир Георгиевич, спасибо большое за то, что согласились на эту беседу, за то, что выделили время и рассвернуто и доступно ответили на мои вопросы. Спасибо всем белорусам, желающим космической жизни. Я знаю, что в Минске прекрасный планетарий, много любителей астрономии, учителя. Кстати, белорусская школьная астрономия, она впереди многих стран, в том числе и России. Мы оттуда черпаем опыт. Так что привет всем интересующимся космосом. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова